Добрый вечер! Спасибо, что вы пришли. У нас будет обсуждаться сюжет формальное и неформальное у российской бюрократии. И обсуждаться он будет с трех различных, как минимум, углов зрения с позиций социологии. И об этом расскажет Алексей Левинсон, который сделал большое специальное исследование для Комитета гражданских инициатив. Екатерина Шульман, которая расставит точки над и с позицией политологии. И Евгений Гантмахер, который, я надеюсь, с позиции бюрократии расскажет нам, как оно все обстоит на самом деле. Я занимался разными сюжетами в ходе своей работы в ЦИОМе, затем в аналитическом центре Юрия Левады. Можно сказать, что своего рода фон такой для этого, это был вопрос о роли бюрократии в той жизни, в которой мы проживали. Незадолго до нашего дебюта, я имею в виду нашего, это Левадовского отдела, который пришел в ОФЦИОМ, Юрий Александрович Левада пригласил ряд коллег, меня в том числе, Льва Дмитриевича, который здесь присутствует тоже, к написанию статьи «Большой работы о бюрократии». Вообще, это была в каком-то смысле работа, которая никогда потом не повторялась, так сказать, с точки зрения жанра. Она была такого обзорного историко-социологического характера, и она была проникнута в общем такой идеей, ну, можно сказать, подведения черты. Вот мы говорили там о бюрократии в восточных обществах, о бюрократии в России, дореволюционной России, о советской бюрократии отчасти. И, в общем, это 88-89 год, и внутренний посыл или пафос состоял в том, что, ну, вот, похоже, кончается эта эпоха этого господства. И далее бюрократия перейдет на какое-то другое место в обществе, на то место, которое ей обычно, обычно она занимает в рыночных, демократических рыночных обществах. Ну, и тогда, в общем, уже и бюрократия будет другая, и разговор будет другой. Вот. Ну, мы были не одиноки в таких надеждах или намерениях, планах, или, как теперь можно думать, иллюзиях. Вот. Параллельно я хочу привести одну фразу Татьяны Ивановны Заславской, другого, так сказать, там, созидателя нашей организации. Она побывала в Венгрии, на тот момент очень сильно, так сказать, продвинувшейся по пути там реформ и преобразований, и привезла оттуда, по сути дела, одну фразу. Ей венгерские коллеги сказали, знаете, надо делать все очень быстро, иначе бюрократия у вас перехватит инициативу. Ну, вот. Значит, теперь будем рассказывать о том, что же мы имеем сегодня. Я собираюсь рассказать о некоторых наблюдениях, именно некоторых, и именно о бюрократии, ну, сегодня, понимая это сегодня широко, так, с 2000 года по сегодняшний день. Вот. Такие рамки ставятся потому, что, по моему убеждению, за этот период не произошла реставрация советского. Я не придерживаюсь этой точки зрения. За этот период была выращена бюрократия, такая, какой не было ни в России, ни в Советском Союзе. И, похоже, что не было и в других обществах, которые переживали что-то подобное судьбе России. Сейчас я скажу, в чем ее отличие. Это будет одно из самых важных. Домашнее такое самодельное определение бюрократии, оно, чем мне кажется важным, вот в категорию тех, кто управляет людьми, а не машинами, не технологическими процессами, попадает очень много людей. То есть, помимо тех, кто является, так сказать, безусловно, записным бюрократом, чиновником и так далее, сюда можно включить миллионную армию учителей, воспитателей детских садов, линейный персонал полиции, Росгвардию, охранников. Это, в общем, все те люди, которые обладают властью в ее, насколько я помню, в Эберовском определении, что это вероятность того, что вы будете выполнять распоряжение того, кто вам их отдает, значит, он обладает властью. Вот все те, кто могут нам что-то предписать, сделать или заставить нас сделать, или запретить нам что-то сделать, вот они все, мне кажется, образуют вот такой огромный сон людей. Понятно, что эти люди в очень разных состояниях находятся, но, может быть, есть смысл, среди них... Ой, нет, подождите. Среди них, да, среди них, может быть, есть смысл различить, так сказать, первый этаж, вот это, как он называется, фронтлайн-персонал, вот те, кто, собственно, действительно там работают с людьми, вот, и дальше те, кто руководит теми, кто руководит, ну, и вот сколько ступеней вверх этого, ну, это даже не очень важно, но они дальше вот там простираются наверх до самой-самой вершины, вот, ну, то, что часть из них женские, а часть мужские, ну, это могло бы быть отдельной темой, я не буду об этом много говорить, ну, вот, значит, когда вот писалась та статья, о которой я говорил с Левадой, с авторами, то ходили такие разговоры, что вот в Советском Союзе было 18 миллионов управляющих, а в постсоветской России их стало аж еще больше. Я не собираюсь измерять числом количество бюрократов, или, ну, тех, кто подпадает под мое определение бюрократии. Достаточно сказать, что их очень много, или, что есть ключевое для данного сообщения, слово, что их слишком много. Вот в каком смысле слишком, и что это за лишка, об этом пойдет речь. Но я теперь хочу сказать, вот о чем, чем отличается российская современная бюрократия от всех остальных бюрократий, на которые она там, конечно, и похожа. Значит, вот в среде этой корпорации, или этого такого конгломерата корпораций, конечно, существуют неформальные отношения, как среди любой корпорации, неважно, спортивная команда, или там коллектив театральной труппы, или там разведшкола, это совершенно не важно. важно, что социология, такая, ну, самая простая, школьная, она говорит, что вот неформальные образования, неформальные коллективы внутриформальных, неформальные отношения внутриформальных, они могут или действовать, так сказать, синергически с формальной целью организации, тогда ну, это все очень хорошо, там, дружба в нашем классе помогает нам лучше учиться, или там, значит, хорошее отношение в команде космонавтов, значит, помогает им там выполнить задачу, это очень важно, да, бывает наоборот, когда, значит, отношения плохие, там, склока, скандал в коллективе, значит, они мешают работе коллектива, здесь речь идет ни о том, ни об этом, ну, первое, может быть, и есть, но не в этом штука, а в другом, обычно неформальные отношения это такие партикулистические отношения, которые развивают данные сообщества людей, именно вот как человеков внутри их структуры профессиональных ролей, статусов и так далее, там возникает там дружба, ненависть, любовь, там, всякие прочие отношения, иерархии, но ценностная подоплека этих отношений, вообще говоря, такая, она как бы, ну, тривиальная, она вообще такая, какая она в любом первичном коллективе, ну, у меня есть некоторые местные особенности, но в общем, недаром, так сказать, компании, которые там в одном офисе гуляют, они очень похожи на компании, которые гуляют в другом офисе и в третьем, и в двадцать третьем, равно как и ссорятся там и подсиживают друг друга, все всегда одинаково. Есть в нашей, в нашем обществе и в нашей, теперь еще скажу, истории сравнительно недавней, есть корпорации, они тоже не уникальные, в других обществах они тоже встречались, корпорации, у которых внутри не просто вот эти неформальные отношения, а внутри есть особый этос, он особый. Ну, что говорить, это этос, который имеет как бы силу закона, ну, если там всем известный взять воровской закон, вот в сообществе, значит, в криминальном сообществе есть закон, известно, что он очень жесткий, он регулирует отношения между ворами сильнее, чем там тюремный распорядок и называется словом закон. Это очень важно, что называется словом закон, то есть он приравнен к закону писанному, к формальному. Бывают другие тоже законы, правила, которые имеют силу такую же или большую, чем, так сказать, внутренние законы, имеющие силу большую, чем законы внешние. Я сейчас говорю об организации столетия, которой пышно праздновалось и даже празднуется до сих пор, вот, и она, значит, самое главное в ее названии это буква Ч, да, это нечто чрезвычайное. В каком смысле чрезвычайное? Надо сказать, что чрезвычайных комиссий, вот тогда, когда была создана та, которую мы имеем сейчас в виду, их было довольно много. Была чрезвычайная комиссия по заготовке валенок там и так далее, вот, ну, выжило вот это, то есть, ну, потом меняю свои имена, выжила эта компания и, то есть, выжила эта организация и выжила сама 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 такая типовая ситуация, когда где-то у каких-то специальных лиц или органов имеются полномочия, стоящие над законом. вот, там, понятно, что такое особый отдел там, ну, в общем, все, что со словом особый, специальный, чрезвычайный и так далее, это в нашей действительности, в общем, ну, мы почти что считаем нормой, то есть, что есть над нормой всеобщая, есть еще какая-то одна норма, которая не для всех, а только для какой-то определенной, жестко определенной категории людей, куда нельзя, так сказать, так просто войти, но, значит, что очень, очень важно, в нашем обществе это принято, оспаривать права, вот, что некие лица наделены большими правами, правами стоящими над обычным законом, что они их имеют, что их некая организация эти права выдают, вот это это принимается всеми, более того, ну, это, у этого есть своя романтика, как известно, у этого есть масса, так сказать, легитимирующих это дело каких-то таких ценностных конструкций, и вот поэтому памятник Дзержинскому хотят вернуть гораздо больше людей, тех, кто не хочет, почему, а потому, что он символ наличия этого чрезвычайного права, ну, да, вот, значит, организация с чрезвычайными полномочиями возникла, существовала долго в нашей стране, я сейчас совершенно не буду вспоминать большой террор, там, беззаконие и так далее, чего его в этом зале вспоминать, здесь есть люди, которые гораздо лучше меня про это знают, я напомню, что эта организация в общем, ну, как бы имела интенцию стать главной в государстве и все время ее, так сказать, отодвигали, 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 ну, там попытки были и вот срывались, там, Андропов, Шелепин, Берия, все вот не получалось, она была все время, так сказать, под контролем кого-то, чье право и воля еще сильнее, ну, потому что у нас была еще организация, которая совсем над всем там стоит, вот, и только там статьей 6, значит, как-то была легитимирована. Что же произошло дальше? Вот, по причинам, которые очень интересно разобрать, но я разбирать не буду, потому что, ну, это дело, видимо, историков все же, российские демократы и самые, так сказать, их самая-самая верхушка, которая, видимо, называлась словом семья, они в какой-то, значит, момент, все знают, в какой момент, они решили, что власть в стране, с одной стороны, должна вроде оставаться в руках демократов, но вот эти руки как-то вот должны быть уже какими-то другими, что руки демократов слабы, нужны сильные руки, они стали искать эти сильные руки, вы помните, где, перебирали несколько кандидатур, сильной рукой ведь мог бы быть покойник Борис Немцов, да, но вот оказалось, что его силы почему-то там не хватит управлять этой страной, надо, значит, еще какую-то более сильную руку, и они стали искать среди тех, кто привык располагать вот этими сверхполномочиями, чрезвычайными полномочиями. Владимир Путин был не первый, на кого там смотрели с этой точки зрения, но оказался, так сказать, последним, выбор пал на него. Вот такой, такой, значит, на мой взгляд, все-таки парадоксальный был совершен в политической истории нашим шаг, когда демократы, так сказать, сделали такую рокировку в прямо противоположный конец поля политического. Вот тут я залезаю уже не в свои делянки, и через некоторое время мы увидели все, как в общем те, кого стоит называть элитой, в общем были пронизаны или представлены по преимуществу или в большой степени людьми из вот такого рода органов и организаций. Ну, не только бывших там чекистов не бывает, но эти люди вышли из своих там каких-то организаций, они вышли с своими представлениями о жизни, о государстве, о своем предназначении и о своем праве на обладание чрезвычайными полномочиями. Вот теперь я хочу сказать, что когда создались вот эти многочисленные структуры, они уже не были структурами госбезопасности, они были правительственными, ну, государственными разного рода структурами на разных уровнях, их костяк, их костяк состоял из людей, которые состояли между собой в неформальных отношениях, образовывали неформальные отношения вокруг себя, но они их образовывали вот матрицей были те отношения, о которых я начал говорить. У всех неформальные отношения, которые хороши только потому, что они наши с тобой, потому, что тут вот мы друзья и так далее, а здесь это неформальные отношения людей, у которых есть некоторая особая миссия и некоторое особое право. матрицей или прототипом явилась вот эта элита для всей бюрократии в целом. Конечно, всех тех, кого мы сейчас можем причислить, тем более в таком расширенном понятии бюрократии, они вовсе не все выходцы из КГБ, вовсе не все, но там развилась единая культура или единый этос, тот, о котором я вот уже несколько раз сказал. То есть, в отличие от любой другой организации, внутри которой есть неформальная организация и она там тоже свои какие-то предлагает правила поведения и регулирует поведение своих членов, здесь у этой нашей теперешней бюрократии есть ощущение не просто, что вот у нас, а мы вот так вот себя ведем, а у нас вот так полагается. Они полагают, что их внутренний закон, он стоит над законами всеми остальными. Это их убеждение, это поэтому свое поведение в соответствии с этим с этими правилами, они не считают нарушением чего-то, они считают это выполнением. Тот, кто берет взятку, знает, что он совершает преступление, другого быть не может. Он может думать о безнаказанности, он может думать, что а вот а мне надо, ну, мало ли, он как-то там оправдывает себя, но это его, так сказать, частное дело. Вот тот, кто поступает в соответствии с какими-то внутренними законами корпорации, ему не надо себя, так сказать, обелять или для себя искать оправдания, они у него заранее есть. И поэтому корпус нашей бюрократии, он обладает ну, как бы совершенно другим вот этосом, но не забудем, что в руках бюрократии находится закон, тот, который закон для всех. Писанное право, российское законодательство и там инструкции и прочее, они тоже в руках этой же корпорации. То есть она располагает ну, как бы двумя языками, на которых она может разговаривать с обществом и по своему произволению включать тот или иной язык и решать так сказать в рамках какого языка вот каждые данные там какое-то дискурсивное действие будет производиться. Ну, это в общем кто согласен тот уже согласился, кто не согласен того я больше убедить не смогу. Класс или корпорация или как угодно называй вот это множество в нашей действительности является гегемоном. То есть ни одна другая социальная группа, ни одна другая категория не может себя ей там противопоставить или ее так сказать ослушаться. организованная преступность какое-то время могла, все, ее больше нет. Ну, там подполья никакого нет, сопротивления никакого нет, ну, там какие-то остатки каких-то мафиозных там образований ну на периферии существует, ну какой-то ну нет, подполье ну можно говорить там может быть на Северном Кавказе оно в какой-то мере есть, но на общенациональных масштабах нет такого. Теперь я оставляю в стороне бюрократию и говорю о том, о чем ну думаю, что имею больше прав говорить, потому что это то самое общество в целом российское общество, которое мне приходится изучать по долгу службы. Ну вот я написал слово недоурбанизации, оно конечно очень некрасивое, но и описывает действительность, о которой вот скажем, Вячеслав Леонидович Глазачев склонен высказываться ну в самых резких выражениях, утверждая, что вообще в России урбанизация не прошла, не произошла, а то, что состоялось, это, ну там дальше идут слова жалкая пародия на город и так далее. Если отделить вот горечь этого, этих инвектив и подумать, о чем идет речь, речь идет о том, что первичные отношения, то есть отношения людей, знающих друг друга, там, в общем, ну, скажем так, условно, на ты, находящиеся друг с другом в прямом и непосредственном общении, эти отношения характерны для села, для деревни, и оказалось, что они, ну да, им полагается, в общем, быть замененными на отношения анонимности, на отношения формальные при урбанизации, при переходе селян в города. Ну, вот, у нас переход в города, во всяком случае, надолго задержался на формате поселков городского типа, или того, что Глазычев называл словом слобода, и вот слободской тип отношений, он сохраняет это правило, что отношения людей по преимуществу первичные, а вот те формальные анонимные отношения, где люди выступают в своих ролях, и друг с другом встречаются, так сказать, уже не как знакомые, а как просто человек и человек, и, ну, и там с этим много чего связано, вот эти отношения в таких вот, в этих слободских условиях не возникают, и в очень большом числе наших городов периферия их продолжает жить, таким образом, высоко урбанизованные зоны, это, в общем-то, пока еще, ну, далеко не половина нашего городского населения, а если еще подумать, что даже в эту половину или меньше, чем половину городского населения входят люди, которые выращены в таких семьях, для которых такие отношения вот эти первичные и являются главными отношениями, в какие они, так сказать, привыкли вступать, ну, ребенок приучен, да, многие дети были приучены к тому, чтобы обращаться к незнакомому дядя или тетя, то есть распространять семейный тип отношений на незнакомых людей, они не знают, как по-другому обратиться к человеку, вот, ну, сейчас там обращается, если ко мне не обращается дед, подвинься, да, или молодой человек, вот, то, значит, других обращений, ну, там, господин, гражданин, в общем, что-то с этим не очень, а, да, да, или мужчина, да, с переходом, да, ну, да, ну, дед, отец, да, это все равно, это семейные коды, дело не только в том, что это словечки, дело в том, что и ожидается, так сказать, ты реагировать должен, вот, если ты, значит, отец или дед, то ты должен, значит, как-то сказать, да, сынок, конечно, садись, вот, это, это, это мило, это мило, да, это мило, но, но с такой, да, это мило, но, вот, с такими отношениями, с такими отношениями можно сидеть в окопе, и друг друга защищать, и совершать подвиг. Много чего можно сделать славного, но очень много чего нельзя сделать того, что надо бы для жизни вот такой страны, как наша. Если, значит, высказаться в словах таких наукообразных, то для российского населения, я сейчас говорю о массе, а не о той бюрократии. Ценностный примат первичных отношений, отношений неформальных, это тоже норма. И вот что получилось-то. Получилось-то, что... Ну, я про прикариат не буду говорить, это длинно. А? Что такое прикариат? Ну да, ну, прикариат, да. Ну, прикариат – это обозначение, ну, это, в общем, есть русское слово «разнорабочие», которое значит примерно то же самое по смыслу. Это превращение работников в людей, занятых, непостоянно занятых. Они работают, но они работают где-то и как-то, где могут найти, это те, да, это те, о ком, значит, госпожа Голодец сказала, что мы, имею в виду правительство, мы не знаем, где у нас трудится 40% работников. Вот мы не знаем, да. Ну, можно посочувствовать либо тем, кто не знает, либо тем, кто трудится. Нет, нельзя. Да, да. Нет, это, значит, вот, нет, одну секунду, Жень, значит, так. Нет, да, дело в том, что, да, дело в том, что, значит, в прикариат включают всех тех, в том числе тех, кто живет на Гоа, и, значит, удаленно, да. Это, по-моему, методологически просто совершенно неправильно. А вот тех, кто вынужден с завода Серпомолот уйти и, значит, подносить ящики в магазине или таксовать, вот мой респондент позавчера сказал, а у нас как? У нас все бабы торгуют, все мужики таксуют. Он сам собой, так сказать, пролетарий, вот, и он глубоко сожалеет о том, значит, какое произошло, какая произошла, ну, да, мы въехали в сервисную, ну, в том числе сервисную экономику. Почему об этом здесь стоит говорить? Потому что это, как правило, вот эта самая прикариатизация, она также людей, значит, из больших, высокоорганизованных коллективов, пронизанных, так сказать, формальными серьезными связями, она их помещает, ну, вот, что такое коллектив магазина, где работают четыре человека, да? Что такое... Дети, не разговаривайте. Вот, да, вот, значит, я просто хочу, ну, это как бы добавляет в эту картину разгула вот этих первичных отношений в обществе. В целом просто черту, которая, ну, отчасти мы это получили в виде, так сказать, традиций и как наследства от прошлого, а отчасти мы получили это в результате самых недавних событий в экономической жизни, которые, опять-таки, создают такие вот условия существования, которые, где эти отношения, отношения неформального найма, вот в этом штука, неформального устного договора, то есть, опять же, неформальных первичных отношений становятся господствующими и теми, от которых жизненно зависит человек, потому что там кусок хлеба на кону. И, да, и вот теперь, что же мы получаем? Мы складываем две, так сказать, вот, делаем этот бутерброд из субстрата, где общество, которому не довелось перейти в, ну, вот в эту, скажем, высокоурбанизованную стадию, где формальные отношения – это господствующий тип отношений, если это не семья, если это не, там, компания, не курс, не спортивная команда. И элиты, которые ценят вот эти отношения больше, чем отношения формальные. Я хочу напомнить тем, кто вместе со мной там помнит, что такое было слово бюрократ в советское время. Это обязательно, это формалист, да? Это формалист, который крючкотвор, который, значит, законник, да, который там, ну, там, волокита, все прочее, но он ставит там бумажки выше, чем там человеческая и так далее. И это очень плохо, это плохо, что он так делает. Хороший, так сказать, советский работник, он, наверное, должен по-другому, он должен относиться с душой там и так далее. Вот, так вот, эти люди относятся с душой. Эти относятся с душой. Никогда, думаю я, в нашей истории не было такого совпадения вот по этому признаку. У нас очень много говорят о том, как наше общество расколото на богатых и бедных, на то, у кого дети учатся в Лондоне, а у кого они, значит, в сельской школе, ну, и прочее, и прочее. Эти разговоры, ну, для меня, они закрывают, затушевывают то обстоятельство, что, вот, как хотите, там, комьюнион или согласие по вот этому ценностному, это не по какому-то одному содержательному пункту. Ну, кроме разве вот Крыма, да? Или победы в Великой Отечественной войне. Вот, больше там особенных таких вот совпадений не найдешь. Но там есть понимание, вот, друг друга с полуслова или даже вообще без слова. Неформальные отношения тем, между прочим, интересны, что там язык, который используется, он может быть совершенно другой. Это может быть язык, там, жестов, намеков, хмыканий, мата, там, называние, там, имен, там, прозвищ и так далее. Язык, так сказать, не для других, а для своих, своей грамматикой и прочим. Вот. И вот, оказывается, вот эти языки, они... Владимир Путин ставил много экспериментов, вот, там, всякие, там, мочить сортири, там, сопли жевать и прочее. Он искал, он искал, на каком языке можно говорить с публикой. У него были очень неудачные, значит, эксперименты, когда он, там, людям на Болотной площади, там, сказал, что это... А я думал, это презервативы. Он так вот пошутил, он думал, что он, опа, туда вот попал. Ну, потому что сказать непристойность, это сказать, как бы, это вызвать, ну, своих к разговору. Не вышло. Но, вот, когда, без слов, почти без слов, почти молча, зеленые человечки в Крыму сделали то, что они сделали. И страна, да, страна, 85% жителей взрослого населения страны, решила, мы стали великой державой. Мы стали великой державой, почему? Потому что мы нарушили формальные их, ихние формальные законы, ну, так, международное право. Ну, потому что мы поступили по своему праву, который выше их права. Вы понимаете, что структура этого, этой мысли точно та? И тот, кто нами командовал, он тоже так думает. И он послал нам немало знаков, что он так и думает. Более того, он, когда разговаривает с ними, он говорит, ну, да, да, международные законы, да. Но он, так сказать, повернется к нам, мигнет и, ну, понятно, да, пацаны? Вот, вот эта вот, вот эта коммуникация, которая зачастую вообще идет без слов, она, там не нужны даже вот эти обсценности всякие там насчет сортиров и так далее. Там, там само, там само построение коммуникации, само построение жеста, оно делает гораздо больше. Я сейчас, как говорится, в присутствии большого числа людей берусь утверждать, что знаменитый рейтинг, в существовании которого, даже, я думаю, многие здесь не верят, 86 и 89 процентов, так называемый рейтинг Путина, да, то есть ответы на вопросы наших интервьюеров, вы, в целом, одобряете или не одобряете деятельность Путина на посту президента Российской Федерации, вот эта вот, вот эта цифра, не имеющая прецедентов ни в нашей истории, ну, ладно, 83 было и у Ельцина, и у Горбачева, но 88-89 не было. И, понятно, уже ни у кого там, я не говорю про Туркменбаши, но, в общем, в странах, с которыми стоит сравнивать, не было такого, и не было такого на протяжении такого времени. Вот это, это единство достигнуто на основании вот этого соединения структур коммуникативных, если хотите, структур элиты и общества, элиты, репрезентированные вот этим человеком, которому теперь за этот счет дано репрезентировать и общество в целом, и общество себя в его лице и, так сказать, и восхваляет. Это, по-моему, это понятно и просто. Много было разговоров о том, что демонтаж демократических завоеваний, демократических институтов прошел тихо, никто не пикнул. Ну, почти никто не пикнул. Протесты на Болотный и на Сахарова, в общем, оказались слабы, а уж если сравнить с тем, какая реакция на них была, то очень слабы. Я вот здесь привожу начало цитаты. Наверное, многие из вас ее слышали. Правда, это сказал какой-то милицейский полковник или неправда. Неважно, важно, что это была ходячая фраза. Вот вас 200 тысяч, да? А если бы вас было 2 миллиона, то мы бы... То есть тогда бы милиция была с народом. Ну, и тогда, понятно, все так, раз-раз и быстро кончилось. Значит, по данным, которые мы имели, около 30% населения, взрослого населения страны, при этом, ну, в общем, наиболее грамотная часть, сравнительно более молодая, они следили очень внимательно за тем, что происходит в Москве вот в дни больших митингов. И, ну, попросту говоря, чья возьмет. Ну, вот когда взяла... вот та сторона, которая взяла, когда на Украине произошло то, что произошло, когда Майдан заставили умыться кровью, когда, в общем, можно было сказать, вот, видите, вот к чему это ведет. Вот Донбасс. Хотите, да? А вот у нас ни капельки не пролилось крови. И мы Крым взяли, ни капельки не пролили. И вот люди перед этим, этой аргументацией, считаю я, это мое сугубо личное мнение, эти люди, как говорят французы, переложили ружье с одного плеча на другое, и они добавились вот от стандартных 60% с чем-то, который Путин имел прямо с первого дня, там, с 2000 года до 13-го, до 12-го, до 13-го. Вот этот сюрплюс от 60% до 80% с чем-то, это ведь 25 миллионов человек. Вот откуда взялись эти миллионы человек? Я думаю, что это вот эти люди, которые поняли, что не вышло. У нас не вышло, а у него, блин, вышло. И они на вопросы этих самых интервьюеров Левада-центра одобряете или нет, они говорят, одобряем. И вот эти, вот они 80%. Значит, протест, протесты все остальные, но это, я не специалист, есть люди гораздо более знающие здесь, они говорят, протесты, там, дальнобойщиков и прочее, их много. Вот, Петр Безяков говорит, что их очень много, они все разрознены, они, у них есть своя динамика, они становятся все более жесткими, конфронтации, то есть мы можем, наверное, ожидать и эксцессы, и, может быть, кровь, вот. Но нет, вот это общество, сидящее, так сказать, в первичных отношениях, оно действовать, ну, вот, солидарно, ну, ему трудно или нужна, ну, ситуация, ну, которой, слава тебе, Господи, нет, потому что только через большое горе это общество становится чем-то единым. Теперь я возвращаюсь к вопросу о том, почему нет открытого протеста, кроме вот этих, ну, в общем, тоже исключительных случаев, почему нет открытого протеста против бюрократии, которая, как мне кажется, в общем, много сделала, так сказать, отбирая у общества его пространство и его время. Как отбирая, я не буду говорить, вот, я считаю, что это происходит, если надо, я попробую защищать свой тезис. Так вот, а протестов нет. А почему? Когда мы задавали вопросы родителям о том, какого будущего вы хотите для своих детей, когда мы задавали молодым людям вопросы, какую профессию вы хотели бы там, или занятия, жизненную позицию выбрать, значит, ну, были ответы, там, так сказать, по старой памяти учителя, врачи, инженеры, ну, понятно, что это, так сказать, нормальная мать своему ребенку, ну, по крайней мере, 10 лет назад, ну, не пожелала бы. Значит, понятно, что были ответы банкирам, финансистам, ну, это, ну, хочу быть Ромой Абрамовичем, но цена этого ответа тоже понятна. Вот, а вот эти вот пресловутые, пресловутые экономисты и юристы, в особенности юристы, юристы, это такие юристы, как называет себя наш президент? Он себя говорит против себя, я юрист. Вот таких вот, вот быть юристом, или попросту, идти в Академию, или там, школу МВД, школу КГБ, то есть ФСБ, или... Владимир Вольфович, президент, он только профессор, кандидат юридического. Хорошо, хорошо. Вот, значит, вот идти, это, это очень хорошая дорога. Но эта дорога прямо туда, вот, на самый верх. Есть другие дороги, немногим хуже. Небольшой город. Мальчик хорошо учился, оканчивает школу, мог, там, выучился в областном центре, в ВУЗе. Если он хочет остаться в своем городе, куда ему деваться? Открыть свое дело? Это бесперспективно. А что он может? Он может в администрацию пойти работать. Это можно. Это не закрыто. Там возьмут, хорошего парня возьмут, тем более, что там, скорее всего, работает кто-то из родственников, ну и так далее. Это, даже для того, чтобы в бизнес пройти, это хорошая дорога. Пять лет поработал, пообтерся, людей узнал, тебя узнали, кое-чего даже, так сказать, к рукам, может быть, прилипло. Можно открывать свое дело, тебя уже не тронут, наоборот, ты будешь свой, тебя там прикроют, защитят и так далее. Я говорю сейчас о том, что мне известно, так сказать, когда мне люди это рассказывали от первого лица. Вот. Бюрократия России открыта для входа, причем для входа, ну, практически, так сказать, с низов. Ну, там идет селекция, конечно. Между прочим, не обязательно, так называемый, отрицательный отбор. Туда попадают, ну, как в КГБ в свое время, и в ФСБ шли непьющие, спортивные, здоровым образом жизни, физически развитые парни, цвет нации. Так, и сюда тоже вполне идет, так сказать, здоровый, здоровый контингент. А куда ему еще идти? Сейчас даже в бандиты уже не берут. Это реальный путь. Это из лифтов действующих мало. А если ты попадаешь в администрацию в маленьком городе, это очень хорошо видно. Когда голодно, там столовой всегда есть. Там у людей соцпакет есть. Там во всяком случае чисто, если не работает отопление, то у них отопление работает. То есть там простые человеческие условия, там они есть. Их может не быть во всей остальной округе. Там они есть. Но как этого не хотеть? И что порочного в том, чтобы это хотеть? Почему мама не может желать этого своей дочке? Это же не на панель ее посылать? Посылали. Но сейчас, слава Богу, не надо. Можно вот как. Почему не пожелать этого своему сыну? И мы получаем в лице вот этого гегемона, который вроде бы давит общество, который забирает общество все больше и больше, повторяю вот это пространство и времени, ресурсов, мы получаем в его лице, по сути дела, вожделенную страну, куда бы и переселиться. Это совсем не то, что зависть, опять же, к богачам, которому там вот бы мне стать миллионером. Нет. Это гораздо более такое реалистичное и простое человеческое желание вот там быть. И, ну, как против них можно протестовать? Ну, только когда дело доходит, ну, совсем до чего-то там из рук вон. Ну, тогда локальные протесты. А так этот протест просто, он блокируется. Он невозможен мысленно. Он не то, что невозможен, там нельзя пойти с ними. Вот вчера говорилось о том, что возьмут виллы и топоры и пойдут. Да нет, не только не возьмут. Но помыслить это не получается. А что тогда? Тогда происходит, ну, как кажется мне, кажется, не только мне, происходит перенос этого протеста. Он происходит, ну, я бы сказал, очень красиво. В том смысле, что там, так сказать, перенос с переворотом. С переворотом. Ну, вот эти вот бюрократии, это, ну, самые, что ни на есть свои. Еще раз говорю, там, может быть, просто родственники работают, или это люди, ну, такие же, как я. Они такие же, вот, в этом смысле, простые и прочие, прочие. А есть рядом, ну, чужие совсем. Вера чужая, язык чужой, внешность чужая, манеры чужие. Да? Эти там наверху, эти где? Вот тут внизу они канаву копают и улицу метут, и кирпичи кладут на стройке. Вот. И эти, ну, в общем, по сути дела, наш социальный идеал, а уж это, это то, ведь они делают то, что, ну, вот, те, кто себя называет русский человек, делать не будет. Почему чурок везут сюда на эту работу? Ну, потому что, ну, не будут, или там, наши это делать не будут. Это западло. Значит, вот, вот это будут, это не будут. И, если этих ни душа не позволяет, ни охрана не позволит, так сказать, на этих что-то там, какую-то агрессию проявить в их адрес, то тут, пожалуйста. Но, что очень интересно, все вы сталкивались, а кто, может, и в душе находил в себе это, возмущение всеми этими черными, которых, ну, уже столько, что просто, ну, уже просто, ну, куда же. Сколько раз у нас там на фокус-группах так называемая интеллигентная женщина говорит, ну, знаете, нет, я не националист, но когда я иду, вот, и о них стоит столько, и они все по-своему говорят, ну, это я, ну, я, тут уж я, вот, ими возмущаться можно, это стало разрешено в нашем обществе. Это прошло до, я утверждаю, до слоев, которые вот здесь представлены в этой аудитории. Это теперь можно. Ксенофобия, так сказать, разрешенная эмоция, более того, она, ну, как бы, признана, ну, чем-то, ну, естественным. Есть такой, ну, хорошо был бы анекдот про мэра города Воронежа, которому, значит, доложили о драке, значит, с, там, какие-то африканцы и, значит, местные парни, и парни этих африканцев избили. Ну, что же это, проявление расизма? Так, это какой расизм? Просто они с нашими девчатами гулять захотели. Смотрите, вы не смеетесь. Вы не смеетесь, господа. Да. Ну, вот, значит, видимо, ну, в сложных отношениях вот эти вот, эта гегемония бюрократии и эта ксенофобия находятся. Да, я только еще вот, что хотел сказать. Это ксенофобия, ну, тут неправильный, вообще-то, корень фобия, но она вся, вот, сугубо символического характера. Вот как одобрение, значит, там, Путина или действий России, это чисто символическое одобрение, оно никаких действий не предполагает. Точно так же ненависть к вот этим приезжим, заметим себе, почти не выливалась в эксцессы. Ну, их считанное количество, там, Бирюлева, Бирюлева, там, еще что-то мы их знаем, там, по пальцам. Ну, да, скинхеды делали свое дело, но на то они, так сказать, глубоко маргинальная группа. Их не очень осуждают, но вот рассказы, какие угодно, там, вот, расизм бушующий, что там про них говорят, что они насилуют русских женщин, там, еще что-то. Ну, где, что ж ты тут сидишь-то, ты иди, защищай русских женщин. Да нет. И очень хорошо, вот, на группах видно, что, вот, покричали, покричали, и потом, пух, кончилось. Дальше, там, полтора часа разговоров, никто не вспоминает о том, что, вот, у нас засилье, там, у нас есть свои проблемы, мы их решаем и так далее. Вот. Я убежден, что это эффект, именно, поскольку это переносное, на самом деле, то есть, ну, ксенофобия, конечно, есть, как она есть всегда, везде, у всех и так далее. И ее проявления, там, какие-то тоже есть. Ксенофобия, вот, как таковая, природная, что ли. А вот это, вот, наведенная, вот это, переносная, в этом смысле, ну, до какой-то степени, игровая, ее задача, быть ненавистью, как таковой. Ее задача не извести этих чурок и выгнать их из России. Нет. Ее задача дать возможность, просто, ну, дать возможность разрядки, разряда. Значит, через какое-то время роль, вот, такого, значит, объекта для ненависти играла Америка, ну, отчасти Европа. Западная, Запад в целом. Тоже, по сравнению с своей, вот этой, родной бюрократии, которая здесь, тут, рядом, и своя, это чужие, это, эти здесь, те бесконечно далеко, этих не тронь, тех поносить можно, ну, понятно, вот, никакой закон нас не ограничивает здесь. в общем, тоже очень удобный объект. Ну, и тоже, такой, игровой характер этого чувствуется, потому что, вот, можно это выключить, можно. Вот, замерещилось, что, а мы вдруг в Сирии будем вместе этих там, каких-то непонятно, кого там, долбать. и, ой, хорошо, будем прямо, как вот встреча на Эльбе будет, вот, все будет здорово. И все, и прекратилось, точно же, у нас фокус-группа была, просто, три дня назад, я таких, ласковых слов, об Америке не слышал уже, не помню, со времен вообще, этого, детанта. Не безинтересно, для сидящих здесь, наверное, а может ли этим объектом для, вот, ненависти быть пятая колонна? Действительно, хороший вопрос. Хороший вопрос. Не все, не все могут, не все могут отдать на него ответ, понимаете, вот, что интересно. Ну, хорошо, но может ли, вот, некий внутренний враг, тот, на которого, вроде бы, там, науськивает, науськивало, хотя бы, там, телевидение? Может ли он сыграть эту роль? Ну, если он очень, так сказать, дистантный, то, может, и да. Ну, я слышал людей, которые, ух, всех этих либералов, и так далее. Но это, люди говорили мне, так сказать, в лицо, вот, сидя на более близком расстоянии, ну, как бы, не считай, ну, то есть, ты-то нет, но вот, но либералов бы, ух, прямо вот сейчас. Вот, опять-таки, такая вот, такая вот ненависть, она возможна. Очень серьезный вопрос. Она похожа на собрание рабочих, которые, значит, требовали расстрелять, как бешеных собак, троцкистско-зинаевскую, эту самую шайку? Ну, думаю, что нет. Думаю, что, я думаю, что нет, я думаю, что различий больше, различий больше, там, устройство всей этой системы, в общем, было совершенно другое. И я не думаю, что там с кого-то переносили на них, там, там было сложнее, или сложнее, или по-другому. Вот. Значит, я хочу, позвольте себе вот сказать несколько критических слов о идее, что то ли у элит с народом, то ли прямо у Путина с обществом был когда-то там заключен такой контракт, что, ну, как бы мы вас кормим, или я вам обеспечиваю стабильность, вы в ответ, значит, не шалите, не бунтуете, и даже не печалитесь по поводу вот этих отбираемых демократических там институций. Я еще расскажу, ну, в общем-то, не историк, и все же рискну утверждением, что в России отношения власти и народа никогда не были контрактными. Вообще. Просто никогда. И этого контракта не ждет ни та, ни другая сторона. Эти отношения, ну, какие они, они другие, но только они не контрактные. Может быть, поскольку мой предмет бюрократия, может быть, вот между Путиным или высшими слоями бюрократии и средними, ну, не самыми низшими, а вот средними, там какое-то подобие контракта есть. И между ними там, ну, там сильные внутри корпоративные связи, но между ними есть и трение. И вот те, мы как раз, наши опросы достают именно вот средний слой, мы до высших слоев бюрократии конечно не добираемся. Там вот недовольства немало и такого, ну, как бы настоящего недовольства. Вот. И там есть, у них есть ощущение, что контракт не всегда выполняется. Ну, это, я больше не буду про это говорить. Ну, им должны обеспечивать, им обеспечивают, ну, как бы просто вседозволенность, а, видимо, они хотели бы еще обеспечить каких-то там, ну, не знаю, каких-то больше благ. Не берусь сказать. Трудно это изучить, у нас маленькие выборки. Вот. И это, вот, я говорю подобие, поэтому я большего, боюсь больше говорить здесь. Вот. Я заканчиваю тем, каков, ну, вывод или чего ждать, чего жду. Что касается поведения бюрократии, то ей ничего, она ничего другого не может делать, кроме как развивать свою экспансию. Но, я совсем об этом не говорил, а между тем, вот, как ни странно, распространение всякой вот этой вот ерунды электронной, электронной очереди, электронная там, торговля, электронные записи, электронные экзамены, даже там что-то типа, ну, не электронной правительственной, в общем, какие-то взаимоотношения с администрацией через это дело, они, как это ни странно, значит, они попадают в такую вот ситуацию, они не неформальные, но они неформальные, они не то, чтобы соответствуют там российскому законодательству, они соответствуют законам, правилам, вот этим алгоритмам, этих, ну, прописанным какими-то там программистами где-то и когда-то, и эта реальность, она не заражена этими отношениями, про нее даже, в общем, я не думаю, что социолог должен говорить, что вот это вот третичные или четвертичные отношения, это для него надо, для них надо искать еще какое-то определение, это там, там действуют, ну, как бы, не сами люди, а их там какие-то проекции, вот, это действие этих, этих систем мощное, надеяться, что они нас спасут, я бы не стал, но они стоят определенного рода преградой или балансиром на пути вот этой экспансии и очевидно ближайший, так сказать, исход этого дела вот такой. Спасибо. На этом, как вы понимаете, неформальная часть у нас заканчивается, и теперь вступают в дело более строгие правила, Катя, пожалуйста. Спасибо большое, хочется сказать, предыдущему докладчику за такое обширное изложение картины, многие аспекты нашего социального бытия были тут затронуты, и не только о бюрократии шла речь, и даже, может быть, не столько о ней. Я советую всем, кто имеет такую возможность посмотреть собственный сам доклад, на основании которого вот это вот краткое изложение было сделано, он очень интересный, я его смотрела. А, то есть это не все могут, да? Это был неформальный обмен информации. Ну, хорошо. Доклад будет 31 января презентован в КГИ, и он будет тут же вывешен на всех возможных сайтах. Хорошо. Может, вы его уже видели, Катя? Я вот, да, благодаря неформальной системе отношений как-то ухитрилась с ним ознакомиться. Это чрезвычайно интересный документ. Хотя, часто возникает у меня, в частности, ощущение, что социологи, как царь Кощей, сидят на огромном богатстве данных, которые они интерпретируют иногда своеобразным образом, но, тем не менее, ладно, не будем придираться. Свообразно. Ну вот, да. Нет, ну почему неформально? Ну вот так вот, по-своему. Не то, что они над ним чахнут, наоборот, они как раз его интерпретируют, это все богатство данных, но вот как-то так по-своему. А в частности, ну, много вопросов у меня возникло по поводу изложенного, но вот в частности интерпретация неприязни к инородцам, как вот в духе сложного психологического перехода, как замаскированный неприязник бюрократии, который не может найти себе выхода, ну вот, вот не знаю, насколько это на самом деле так, но версия интересная. Я бы тут еще один момент, еще на один момент обратила бы внимание, есть некоторое социальное явление, которое соединяет в себе инородцев, и силовую бюрократию, и по отношению к которой у людей есть довольно высокая степень недовольства, которую как-то не очень можно или, по крайней мере, довольно боязно проявлять. Это количество, скажем так, уроженцев Северного Кавказа в силовых структурах и в судах. Это как раз не подходит под ваше определение социального низа, то есть те, кого можно обижать и о ком можно говорить дурно, потому что они явно ниже нас, обобщенных нас, обобщенных русских людей, стоят по социальной лестнице. Вот вам, пожалуйста, люди, которые другие, выглядят по-другому, другая культура, язык другой, стоят выше по социальной лестнице, обладают инструментами легитимного насилия, а также и нелегитимного насилия, пользуются им вовсю и вызывают у людей много разнообразных чувств, не находящих себе выхода. Поэтому действительно бунт против бюрократии не очень просматривается на социальных горизонтах. Вообще из того, что было изложено, довольно ясно следует, что в принципе уровень агрессии в обществе низкий. Это мы знаем по целому ряду признаков, это мы знаем даже из официальной статистики МВД по плавно снижающейся кривой убийств и насильственных преступлений. Это может быть связано с демографическими причинами, это может быть связано с экономическими причинами, а на самом деле и с теми, и с другими, и с многими третьими. То есть это, видимо, действительно на самом деле так. Поэтому то, что люди не собираются прямо сейчас бунтовать против гражданской бюрократии, это более-менее понятно. Но вот есть, скажем так, вот есть такие места, в которых, по отношению к которым много всякого отрицательного отношения копится, и если что-то такого ожидать, то можно что-то ожидать в этом направлении, хотя тоже, наверное, не сейчас. Возвращаясь, собственно, к бюрократии. Ведущий наш Николай Петров представил Евгений Шлемович как представителя бюрократии, а меня как представителя политологии, а я хочу при этом... Ну вот, не то чтобы наоборот, но я бы хотел как-то защитить свое право выступать от имени бюрократии тоже, поскольку я много счастливых лет своей молодости провела на государственной службе, и на муниципальной, и на государственной, поэтому сейчас постараюсь сказать доброе слово сначала о бюрократии, потом о коррупции, про коррупцию тоже хочу сказать. Хорошая, а то никто что-то давно, ничего хорошего об этих явлениях не говорил, а напрасно. Значит, что касается нашей с вами российской бюрократии, которую считают и не без причины в общем правящим классом в Российской Федерации. Во-первых, относительно того, насколько она велика. Тут нам было дано чрезвычайно широкое, очень обобщенное определение того, что такое бюрократия, с которым мне лично трудно согласиться. А если считать, что бюрократия это те, кто обладает властью, то я могу сказать, что каждый из нас обладает властью. Отношения власти присутствуют в любой социальной транзакции. Если мы с вами подумаем, то можем составить список людей, которым мы лично можем чего-то сказать, сделать, и они сделают, и сказать им, что-то не делать, и они не станут этого делать. Каким-то куском власти обладает каждый из нас. А свойства бюрократии... Доценты обладают властью профессора. Доценты могут к чему-то говорить... Например, например, слушайте, в семье происходит отношение власти. Много где. Смотрите, низовые слои бюрократии тоже такого рода властью не обладают. Бюрократия – это не столько те, кто обладает властью, потому что ей обладают, например, лидеры общественного мнения. Это происходит в убийстве, в личном пространстве, и они тоже могут вас звать к людям, и люди их слушают. И довольно часто гораздо более непосредственно выполняют их волю, чем они будут выполнять распоряжение официального руководства. Так вот, бюрократия отличается от небюрократии не тем, что она полновластна, а тем, что она действует по инструкции. Она раб лампы, она раб этого самого писаного права, и одновременно она и его повелительница. Поэтому, конечно, когда мы говорим о неформальных, практиках и неформальных правилах и ценностях бюрократии, мы в некотором роде производим противоречия в терминах contradiction in terms, из чего не следует, что этого в жизни нет. Это в жизни действительно довольно много наблюдается. Так вот, как велика наша российская бюрократия. Если в нее зачислять, ну, во-первых, те, кто явно относится туда по формальному признаку государственных, гражданских, служащих, федерального уровня, регионального и муниципального. Значит, если мы туда же зачисляем, мне бы хотелось сказать, что нет, они не такие, они народные избранники, но, тем не менее, те 250 тысяч человек, которые по всей России являются депутатами, различных уровней, тоже должны быть причислены к этой самой бюрократии. Это вот такой непосредственный слой. Дальше мы можем приписывать туда сотрудников контрольных, лицензионных, надзирающих органов, сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. Военнослужащих можем записывать, можем не записывать, в зависимости от нашего вкуса. Так называемые бюджетники, сложный вопрос. Ну, например, в Германии учителя государственных школ являются государственными служащими. У нас это все-таки не так, но это люди, которые получают деньги от государства, получают деньги от бюджета, точнее говоря. Значит, ну, с точки зрения сравнительной статистики можно сказать следующее. По количеству государственных гражданских служащих на душу населения, гражданских чиновников, в широком смысле мы не на очень высоком месте в мире. Мы уступаем большинству европейских стран, почему мы уступаем довольно здорово. Родина и мать бюрократии это Франция, вот она на первом месте по числу гражданских чиновников. У нас побольше их, чем в Соединенных Штатах, но у нас, еще раз повторю, меньше, чем в Великобритании и чем во всех странах Европейского Союза, Германии, Франции и так далее. Нет, в США не меньше всех, не то чтобы меньше всех, но, скажем так, меньше, чем у нас. По какому параметру мы находимся с вами на первом месте в мире и на первом месте с хорошим большим отрывом это по количеству сотрудников правоохранительных органов. Для статистической было на первом месте Ватикан, но его мы не будем засовывать в нашу статистику, чтобы не портить общую картину, потому что понятно почему. Но если Ватикан все-таки почтительно отодвинуть из этого рядом, то мы остаемся на первом месте, причем на первом месте с очень-очень хорошим отрывом от второго места, которым является Германия. Да, на душу населения, на тысячу, на тысячу человек. Да, значит, это, если мы берем, если мы берем вторую Германию, значит, дальше идет, если я не ошибаюсь, Китай и США, но мы с вами выше, опять же, у нас больше, чем в Германии, у нас больше, чем в Израиле, в перманентно воюющей стране, значит, у нас больше, чем у кого бы то ни было. И это сотрудники правоохранительных органов, это просто численность МВД. То есть, вот полицейских у нас столько, что просто это что-то невероятное. Государственных гражданских служащих у нас мало, относительно, опять же, стран более социально ориентированных государств, и их у нас мало в специфических местах. Значит, их число растет. Особенно рост у нас происходит с 2014 года. То есть, он шел постоянно, да, не было такого там года, начиная с 2000, когда число людей, которых государство нанимает себе на службу, уменьшалось бы все разговоры о том, что там давайте сделаем сокращение или даже его объявим, все последовательные волны административных реформ не повлияли на это явление. Тем не менее, с 2014 года наступает у нас довольно такой прыжкообразный рост. Если бы здесь была Наталья Васильевна Зубаревич, она, может быть, сказала бы мне, что это просто статистика поменялась, поменялись методы подсчета, на самом деле, не было такого скачкообразного роста. Ну, хорошо, назовем его плавным, но он есть. В каком месте этот рост? Этот рост на уровне федеральном. То есть, растет число федеральных государственных служащих. И если смотреть на этих самых федералов, где у них растет, в каком их, так сказать, отделе этого организма происходит рост, он происходит на втором эшелоне. То есть, что имеется в виду? Есть начальники, есть заместители начальников, и есть обслуживающие начальников. Их пресс-секретарь, их там сотрудники пресс-служб, аналитики, СММ-щики, кто-то, кто-то, кто-то там еще. То есть, вот этот вот второй круг, который обслуживает круг первый. То есть, грубо говоря, служащих категории А и их заместителей. То есть, если представлять себе нашу бюрократическую пирамиду в виде какой-то геометрической фигуры, то она будет выглядеть так. Там наверху будет такая довольно здоровая голова, ниже будет огромный у нее воротник, или, если хотите, у нее шея, вот такой вот совсем большой. Дальше идет резкое снижение книзу, и внизу у нее будут такие довольно чахлые маленькие ножки. То есть, на том этаже, который непосредственно взаимодействует с гражданами, народу мало. Хуже того, каждая последующая волна сокращений, которую так сильно приветствует общественное мнение под лозунгом «Давайте будем бороться с бюрократией», действует не на уровень А и не на уровень Б, а действует на уровень С, на омегу, так сказать, этой самой пирамиды. Сокращают кого? Ну, сначала сокращают пустые ставки, это понятно, потом сокращают пенсионеров, что довольно глупо, потому что нет никакой корреляции между возрастом человека и качеством его работы. И сокращают низкооплачиваемые ставки. То же самое, между прочим, происходит и в правоохранительной пирамиде. Кого не хватает участковых? Кого миллион? Заместителей, руководителей и вот их обслуживающего персонала. Это полезно иметь в виду, когда мы говорим о том, сколько у нас там, много у нас бюрократов, значит, давайте их сделаем срочно поменьше. Их мало, их должно быть больше. Значит, необходимо просто этот вот раздувшийся воротник сдвинуть к низу, всех посадить в эти службы одного окна, пока их не заменили роботами, чего еще пока, в общем, в обозримой перспективе не произойдет. А тут была, в начале этого доклада, высказана, так сказать, поделились с нами воспоминанием о том, что в конце 80-х ожидалось, что, наверное, сейчас произойдет какая-то социальная трансформация, и номенклатуры не станет, либо она приобретет какие-то иные формы. Ну, что касается исторической перспективы, то это были, конечно, довольно утопические ожидания, потому что, если мы вспомним отца нашего Макса Вебера, главного автора, писавшего о бюрократии, то он считал, поскольку он считал основным процессом наступившего 20 века процесс рационализации, то есть замену религиозных, воззрений религиозных мотивов на рациональные, то он считал бюрократию как раз властвующим сословием нового века и предсказывал ее дальнейший рост и всевластие, которое должно было по мысли Вебера закончиться всякими грустными финалами, иногда он это называл полярной ночью бюрократии, иногда железной клеткой бюрократии, в общем, таким историческим моментом, когда бюрократия возьмет себе всю власть. Почему, по его мысли, она должна была всю власть себе брать и почему эти прогнозы более-менее сбываются? Именно потому, что бюрократия по определению рациональный актор. Она действует по инструкции, у нее есть рациональное целеполагание, она одновременно и источник, и плод третьего типа легитимации по выбору, третий тип это процедурно, собственно, бюрократический, его еще иногда в более романтических терминах называют правовым. Первый тип легитимации традиционный монархический, второй харизматический революционный и вот третий рационально процедурный бюрократический или правовой. Понятно, что первые два представляют собой вариации друг друга. Вера в вождя это модифицированная вера в священное право королей, это базируется на религиозном сознании и его изводах. Когда оно как-то вот исчерпывается, это самое религиозное сознание наступает, вот этот тип процедурный, то есть властью обладают те, кто соблюдают процедуру. Почему я начальник? Потому что вот у меня документ есть. Я действую по норме, я эту норму соблюдаю, я же ее и вырабатываю. Одновременно Выбор говорил, что при этом харизматический тип легитимации и процедурный борются друг с другом, потому что люди хотят все-таки какого-то человекообразного вождя, они хотят каких-то персональных отношений с властью, поэтому даже те властители, которые по сути обладают легитимацией процедурного типа, они как-то имитируют этот самый харизматический, то есть говорят, я не просто тут бумажки выправил, да, я еще и, наверное, вот вы меня любите, ведь правда, я же такой хороший, то есть они стремятся как-то вот изобразить или сымитировать этот самый харизматический тип легитимации, хотя в чистом виде им обладают революционные вожди, а не те, кто пришли к власти в результате выборов, каковы и есть процедуры. Переходя к неформальным практикам, вот то, что мне кажется здесь особенно интересным и важным, было сказано, что неформальные отношения и неформальные практики распространены внутри бюрократии и для нее являются первичными, но то, что в коллективах имеются неформальные отношения и они для людей становятся довольно быстро важнее, чем то дело, ради которого они в общем там собрались, это свойство человеческой натуры. Это немножко напоминает те графики, которые, может, вы все видели, о том, как в сериалах происходит соотношение между, собственно, сюжетом и отношениями между героями, то есть, если у вас сериал про врачей, то в первом сезоне у вас еще немножко будут про болезни, потом будет про болезни и про отношения между персонажами, а к шестому сезону уже будет только про отношения, а про болезни все забыли. Вот это вот немножко то, что происходит с любой человеческой деятельностью. Людям важны они сами, их отношения с другими, а дело, которое они делают, они как-то склонны о нем забывать. В случае с бюрократией ограничителем для этого человеческого свойства является вот эта вот самая инструкция, которую они вроде бы обязаны соблюдать. Предполагается, что наша бюрократия не столько склонна соблюдать инструкцию, сколько склонна отдавать примат первенство вот этим самым неформальным отношениям. говорилось о том, что это произошло от того, что в общем бюрократическом организме доминируют спецслужбы, для которых это в общем их модус вивенди, вот эта вот самая неформальность, вот это вот ощущение себя неким орденом, который живет по отдельным правилам от всего мира. Ну, хочу сказать, что вообще представление о том, что вот не бывает бывших чекистов, и что они все как-то связаны между собой, что они как-то вот друг друга всегда поддерживают, они немножко напоминают те представления, которые бывают у простых людей о евреях, что они вот все друг друга знают, все вечно друг друга за собой тянут, и вот они вообще связаны какой-то невидимой сетью, но, наверное, те, кто живут взрослой жизнью, знают, что не совсем это так. Точно так же я бы предостерегла от романтизации рыцарей спецслужб, они очень сильно сами эту пропаганду производят, и образованный класс это почему-то охотно подхватывает, но если мы посмотрим на то, как эти ребята кушают друг друга, мы увидим, что, в общем, ну не то, чтобы они прям такие тамплиеры, все масоны, которые узнают друг друга по тайному знаку и дальше уже хранят друг другу замечательную верность, не то чтобы, но то, что специфически этос у них существует, это правда, и отрицать это невозможно. Я бы в связи с этим вспомнила такую довольно интересную, на мой взгляд, статью, которую коллега наш по Академии социолога Константин Газа опубликовал в конце прошлого года, по-моему, на сайте Московского центра Карнинги. Она была посвящена формально окончанию процесса над Улюкаевым, но говорилось в ней, может быть, кто-то ее помнит, она так, в общем, по-моему, многие, кто ее прочитали. Там, это вот та самая статья у власти дневной, власти ночной. Он там говорит о том, что есть в государственном организме некие две сущности, которых он называет, обозначает их как государство и режим. Я, со своей стороны, сейчас для начала заявлю протест против такого очень условного и художественного употребления этих терминов, но я просто сейчас его цитирую. Государством он называет вот эту самую порядоченную бюрократию, которая должна осуществлять свои функции, должна какую-то работу управления выполнять, электрички должны ходить, зимой должно быть отопление, как-то должны приказы отдаваться и выполняться, то есть вот эта работа управления должна делаться. А та сущность, которую он называет режимом, он под ней подразумевает вот этих людей чрезвычайности, которые не связаны рациональным целеполаганием бюрократии, потому что они являются жрецами некоего культа чего? Культа государственной безопасности. В чем заключается государственная безопасность? что ей способствует, что ей угрожает? Не очень понятно, потому что все это тайна, это же ведь все секрет, поэтому когда нам говорят, что нас спасли от страшной угрозы Майдана, от угрозы вмешательства иностранной державы в наши выборы, от даже угрозы теракта, у нас нет возможности проверить, насколько это правда, просто поверьте, что мы вас спасли от страшной опасности, а в чем она состояла, нам лучше знать, и как мы вас спасли, нам тоже лучше знать, а вы вот просто слушайте и будьте благодарны. на протяжении последней истории, когда государство усиливается и как-то распространяется и укрепляется, режим, то, что он называет опять же режимом, чувствуя в этом угрозу для себя, придумывает или имитирует или симулирует некую ситуацию опасности, в которой нужно пренебречь всеми правилами, инструкциями, и писанными нормами для того, чтобы спасаться от этой чрезвычайной опасности. Опять же, заявивший в свой протест против того, чтобы называть это все государством и режимом, эти слова обозначают совершенно другое, хочу просто обратить внимание на эту логику, она показалась не очень интересной. Я не люблю, опять же, исторических параллелей и всячески в тех призываю имени пользоваться, но вот эта идеология чрезвычайности представляется мне чем-то действительно характерным для наших мест. Если мы вспомним каких-нибудь опричников, они же кромешники, почему они кромешники? Не потому, что они кромешные отустраивали, а потому, что они кроме или оприч всего остального порядка. Кто такие комиссары? Комиссар – это ведь не министр, это не директор департамента. Комиссар – это некий чрезвычайный управленец, спецпорученец, который в этой самой чрезвычайной ситуации комиссарит, возглавляет нечто и он не то чтобы саглидатой, он, конечно, око-государева некая, он порученец со специальным поручением, чиновник с особым поручением у Гоголя. Вот эта вот особость является его специфическим свойством, является его охранной грамотой. Забавно, что есть такой американский термин ца, да, си-зет-эй-ар, который пишется как бы как царь, но обозначает совершенно не это. Этим самым царем называют тоже неких там спецпредставителей, которые по какому-то там, по какому-нибудь сферу должны курировать. Забавно, что именно это слово, хотя неправильно понятое, но взятое из русского, обозначает вот это вот. То есть мы бы это назвали, конечно, комиссаром этого самого в американском смысле царя. Понятно, что если чрезвычайность является условием твоего существования, то ты будешь эту чрезвычайность всячески промоутировать и производить вокруг себя, потому что иначе ты не нужен, а вступает в в свою полную силу вот это вот самая рациональная бюрократия, которая живет обычным порядком, обыденным, а ты не хочешь этого, потому что ты опричник, ты, значит, вот этот самый кромешник и комиссар, тебе нужно быть кроме, тебе нужно быть помимо, тебе нужно быть поверх этой самой системы. Это дихотомия красивая и интересная и наводит на большое количество мыслей, но некоторым, ну не то чтобы противоречием, некоторым смягчением этой ситуации антагонизма является то, что, во-первых, вся бюрократия так или иначе пронизана неформальными отношениями, а те, кто являются жрецами чрезвычайности, тоже одновременно являются бюрократами, связанными инструкцией, ведомственным подчинением, каким-никаким все-таки руководимы они федеральным законом, у них тоже есть отчетность, то есть они не то чтобы такие прямо в кожаных плащах с маузерами, с деревянными рукоятками, соколы революции, их тоже уже в общем нету, они тоже бюрократы, в той же степени, в какой бюрократия тоже несколько является неформальной. В длинной исторической перспективе то, что Газа называет государством и то, что я бы называла рациональной бюрократией, конечно, имеет преимущество. Этому способствует и автоматизация, и действительно новые новые средства контроля, новые средства организации процесса, приказывания и проверки того, как приказы выполняются, и пресловутый блокчейн, все вот это вся дорога прогресса, и прозрачность, и транспарентность, тоже обеспечиваемая техническими средствами, она, конечно, способствует тому, что бюрократия, рациональная бюрократия больше соответствует духу нового века, чем вот эти самые чрезвычайности. Что на стороне чрезвычайности, что на стороне специальных служб, всеобщее, не только наше, тут мы, к счастью или к несчастью, в общем мировом тренде, поклонение безопасности. Безопасность, security, это религия нового века. Как ни грустно, этому способствует повышение цены человеческой жизни. Это звучит контринтуитивно, мы так ценим человеческую жизнь, что давайте отдадим всю власть спецслужбам, но тем не менее это так. Когда цена человеческой жизни была ниже, власть принадлежала военным. Теперь она принадлежит спецслужбам, потому что мы хотим быть в безопасности. И ради этой безопасности мы готовы на очень-очень многие жертвы, мы готовы дать очень много пространства и очень много прав вот этим самым жрецам безопасности. За это они берегут нас от чего? От терроризма они нас берегут, от киберпреступности, от каких-то еще неведомых угроз. Поэтому угроз становится все больше и больше, при том, что на самом деле насильственных преступлений и войн становится все меньше и меньше. Но при этом мы чувствуем себя, мы как социум чувствуем себя постоянно подвергающимся все новым и новым, все более и более таинственным угрозам, от которых нас спасут только вот они. Поэтому мы им позволяем все больше и больше, мы им позволяем организовывать surveillance state, государство всеобщей слежки, мы и сами гораздо следить друг за другом и за собой позволяем следить тоже. Мы идем на смерть приватности, на исчезновение частного пространства, мы идем на то, чтобы наша big data данные о нас собирались и анализировались, потому что мы считаем, что это нашу драгоценную безопасность каким-то образом убережет. Вообще интересно, как ряд тех явлений, которые в докладе были обозначены как в качестве отсталых и в качестве плодов несвершившейся или недоделанной модернизации одновременно являются свойствами новой эпохи. То, что было сказано по поводу недоурбанизации, люди вроде как приехали в города, при этом продолжают жить на основании персональных отношений между собой, не как анонимные исполнители ролей, как настоящие горожане, а как люди, имеющие отношения с другими людьми, как вот прямо в деревне. Ну, давайте расскажите это новому обществу социальных сетей, в котором все общаются со всеми в личном качестве, и в котором вот эти вот атомизированные и формализованные роли уступают место личным отношениям, в котором каждый бизнес, каждое производство, каждое несчастное там кафе по выпеканию булочек хочет с тобой наладить личные отношения, показать тебе физиономию своего пекаря, чтобы ты его полюбил, значит, как-то с ним задружился и за это принес ему, а не кому-то другому свою копеечку. Неформальные отношения, личные отношения, социальная связанность, это реальность нового века. То есть это не, теперь это уже не отсталость, а наоборот, самый что ни на есть выдающийся прогресс. Интересно, как вообще традиционное общество и его отношения, что же называется, enjoy a comeback, неожиданно приходят к нам снова на новом техническом уровне. Возможно, это вся городская атомизация, вот эта специфическая городская цивилизация промышленной эпохи, это было какое-то временное явление в истории человечества, может быть, люди дискомфортно себя чувствовали в этих условиях, если они с таким наслаждением кинулись обратно в вот эту вот самую новую прозрачность, которая тоже очень напоминает деревенскую жизнь, все все про всех знают, все все про всех видят, от людей на деревне не спрячешься, не уйти от внимательных глаз. В социальной сети тоже никак там не сойтись, разойтись, не посвататься, без того, чтобы об этом не знала вся читающая вселенная. Так что не будем слишком торопливо объявлять какие-то явления отсталыми, может быть, они к нам еще вернутся не раз, как улыбка, поделись, ей она к тебе придет. Каким образом, возвращаясь, собственно говоря, к нашей теме, вот эта вот формальная и неформальная, чрезвычайная и ежедневная процедура и алгоритм и спасение от внезапных угроз, каким образом они будут соединяться и соединяются в практике государственного управления? Ну, опять же, сказать, что комиссары победили бюрократов, пока мы не можем. Сказать, что бюрократы победили комиссаров, тоже особенно не можем. Мой личный вывод состоит в том, что все же формализация процессов управления, вот это вот самое государство-платформа, государство-сервис, оно будет происходить с одной стороны. С другой стороны, возвращаясь к своей мысли, если мы желаем и продолжаем желать тотальной безопасности, то мы будем нуждаться и в тех, кто может выйти из блокчейна и спасти нас всех очень-очень быстро. Тогда, когда мы хотим быть немедленно спасенными, потому что мы человечество, тут речь идет не только о нас, Россия, мы очень сильно боимся этих самых угроз и по этой причине производим их себе сами, кормим их, кормим ими себя и сами себя пугаем, надо сказать, что чрезвычайно. эффективно. Вот, пожалуй, пока такой, я бы сказала, промежуточный вывод в битве рационального и рационального, чрезвычайного и алгоритмизируемого. Спасибо. Спасибо. Прежде чем попросить Евгения рассказать, как оно на самом деле, я бы хотел задать один вопрос Алексею и Екатерине, чтобы они подумали, пока Евгений будет говорить. Вот то, что вы нарисовали, это такая немного эпическая картина без элементов такой серьезной динамики, да, а между тем, в последнее время мы как раз по этим сюжетам видим достаточно бурные изменения. Концепция суверенной демократии, которую развивал когда-то Георгий Зерлугян, она сегодня, мне кажется, немножко уходит в том смысле, что на суверенность бюрократии идет наступление, да, и мы говорим о репрессиях, мы говорим о делах, скажем, самого последнего времени, да, начиная там с Улюкаева, с генерала Сугробова, а мы должны понимать, что они оказались уязвимыми как раз в силу того, что есть дельта между внутренним законом для бюрократии и внешним для нас, для всех, и с какого-то момента эту дельту стали использовать как некий крючок, который позволяет наказать любого произвольно взятого представителя бюрократии, да, вот вопрос, собственно, к вам, как вы считаете, действительно ли можно сказать, что бюрократия, которая все последние годы, если не десятилетия, жрела, набирала силу и жила вольготно по своим внутренним законам, сегодня подвергается некоторой, некоторому усечению и тот слой людей, может быть, высшая бюрократия, для которого внутренний закон широк и намного шире, чем внешний, он резко сокращается, грубо говоря, друзьям все, этот круг друзей уже очень узок и уже федеральные министры, даже в него, если входят, то не все, а теперь, Евгений, пожалуйста, как оно есть? Включи, ты выключил. Ну, друзья, у меня, наверное, минут пять, то скоро свет же будет выключать, тут же все как положено, по процедуре, мемориал, мой любимый, работает по процедуре, людям пора и домой пойти, вот, ну, это так, шутка, значит, ну, во-первых, я, конечно, бюрократию не представляю никаким образом, это фигура речи такая, просто, Коля тут изобрел, чтобы нас представить, я действительно слежу, у меня был опыт захода в этот слой, причем сразу из науки в высший слой как бы нашей бюрократии, ну, это было связано с чистополитическими вещами сначала, это был январь 92-го, понятно, надо было помочь вот этой команде реформаторов, Улюкаеву, ну, я шучу, да, ну, я не виноватый, то, что с ним произошло, но я просто с ним, с Егором Тимуровичем, там, это все люди, с которыми приходилось тогда работать довольно плотно, был замминистр, там, потом в администрации президента работал, потом ушел, на самом деле, это как бы тоже было абсолютно добровольное решение обратно в науку, а потом еще раз пришел туда с командой молодых реформаторов, если кто помнит, тоже по их просьбе, то есть это было просто включенное наблюдение изнутри, никогда не считался бюрократом, честно скажу, вот, было всегда просто любопытно это изнутри посмотреть, ну, и сейчас, конечно, в общем, учитывая, как бы мои интересы, ну, поддерживая отношения, тоже пытаюсь как-то это все понять, смотреть уже, слава Богу, не изнутри, потому что я считаю, для ученого, я себя всегда считал ученым, невозможно, вот в нынешних, собственно, условиях жить там невозможно, даже в бытовом смысле, я-то, собственно, ушел в 2003 году после ареста Лебедева Платоном, ну, якобы понял, к чему дело клонится, и как-то мне стало очень скучно, там работать, хотя это было интересно, у меня был департамент социального развития аппарата правительства, это уровень, ну, почти ежедневное общение с премьерами, включая там того же Путина, когда он был премьером, ну, шесть человек из премьеров, с некоторыми из них на «ты» до сих пор, вот, ну, конечно, это такая любопытная тема, и что я хочу сказать, во-первых, я не буду полностью комментировать то, о чем сказал Алексей, снова же почитайте доклад 31-го, он очень большой, он очень интересный, и я считаю, что для тех, кто интересуется, он может вызвать даже некоторую сенсацию, но я только вот про вот этот небольшой слой, я действительно согласен с Екатериной, у нас понять, кто такие бюрократы, ну, конечно, не учителя, там, не врачи, даже не военные, очевидно, не полицейские, вот, я, собственно, предмет моего интереса всегда был, это люди, которые реально принимают решения, тем более в нашей стране, где вы сами понимаете, процесс принятия решений, это очень такое кулуарное дело, очень кулуарное, ну, когда-то в 90-е, там, можно было и в Думе с кем-то общаться, причем мы так, действительно, общались в таком режиме диалоговом, то есть сейчас, вы знаете, я уже в Думе не был достаточно много лет, и как, даже нет надобности, честно скажу, мне просто там неинтересно, хотя я многих там знаю, этих депутатов, особенно старого созыва, ну, просто совершенно неинтересно с точки зрения любой, и содержательный, и какое-то управленческое, и прочее, это узкий круг, и тогда был, и сейчас он продолжает быть, и сужается на самом деле, действительно, людей, которые принимают решения, от которых зависит, вот, Алексей написал, значит, бюрократы, те, кто, как бы там, да, руководит или управляет там людьми, ну, это да, потому что решение принимается такое, которое затрагивает интересы десятков, может быть, даже десятков миллионов людей, и здесь, с этой точки зрения, вот этот процесс принятия решений, да, это интересно, как там соотносятся формальные, неформальные вещи, ну, должен сказать, что снова же надо определить, а что такое формальность, для вот этой нашей высшей бюрократии, в условиях нашей политической системы, когда нет разделения властей, нет политической конкуренции, нет свободной прессы, там, и так далее, в этих условиях любое решение, которое принимает, грубо говоря, исполнительная власть во главе с Путиным, оно является неформальным, ну, вот так, скажем, да, ну, я не знаю, может, там социологи по-другому это определяют, но я смотрю с точки зрения, с точки зрения действительно процедур, не бюрократических, когда там нужно правильно оформить бумагу, правильно собрать визы и прочее, а с точки зрения согласования интересов, потому что любое решение, которое принимает высшая бюрократия, это, ну, по идее, в демократическом обществе, это согласование интересов многих, ну, не только и профессиональные группы, и региональные группы, ну, и так далее, и тому подобное, этого, конечно, ничего нет, этого ничего нет, поэтому любое решение, которое даже правильно оформлено со всеми там, печатями, подписями и так далее, у нас является, безусловно, неформальным, мы это, ну, примеров приводить не будем, вот, и я бы сказал так, проблема заключается в том, что это наша высшая бюрократия по-другому и жить не может, нет абсолютно никаких, никакой культуры, она начиналась, да, вот 90-е годы, начале 90-х, ну, я тоже в этом участвовал, были попытки, очень, конечно, такие наивные, школы у нас никакой не было, мы же все внезапно оказались в новой реальности, действительно, наладить какой-то диалог, там вот, как сейчас говорят, стейхолдеры, чтобы были там какие-то и так далее, акторы, всякие эти слова потом стали появляться, ну, это все оказалось, к сожалению, неудачным, и, кстати, признано даже сейчас, вот теми, кто является нашими бюрократами высшего уровня, даже образованными людьми, которые имеют дипломы, знают английский язык, там, прочее, даже не вот эти, как Алексей говорил, так сказать, чекисты и потомки их, а те, кто не является ими, там, далеко не все выходцы из спецслужб, даже эти люди, они, в общем, не видят смысла именно в формальных процедурах, они не понимают, что это такое, потому что, ну, разговариваешь, например, и говоришь, ну, слушайте, почему мы не можем сейчас действительно, ну, как-то возродить местное самоуправление, или вот эти знаменитые все вещи, связанные с выборами, да, там, мэров, там, и прочее, а зачем? Ну, так же проще, а тут выборы, какие-то люди внезапно могут там выйти, а потом с ними возись, между прочим, почему Путин затеял реформу местного самоуправления в начале 2000-х, поручив ее казаку, потому что он, когда стал президентом, оглянулся и увидел, что, оказывается, в очень многих регионах есть конфликт между мэром и губернатором, ну, потому что и тот избирался, и этот избирался, разные силы политические еще тогда были, ну, это же безобразие, ну, как это так, почему это мешает нормальному процессу функционирования государства, поэтому и это до сих пор, собственно, это потом были соответствующие решения сделаны, и они в конечном счете привели к тому, что мы сейчас с вами видим, когда уже даже глава какого-нибудь там муниципального якобы образования, ну, это просто чиновник, действительно, это бюрократ, который встроен вот в этот так называемый вертикаль. Вот, и поэтому нет даже запроса на какие-то формальные принципы, формальные институты, хотя внутри корпорации, конечно, есть некие процедуры. Они не прописаны, но они есть, ну, например, это строгое ранжирование, безусловно, то есть иерархичность вообще доведена до блеска, я бы так сказал, все очень тонко чувствуют, кто начальник, кто не начальник, ну, ну, это как в Японии, в Японии, когда приходишь в какую-то компанию, то там ты должен угадать, кому первым подать руку, обычно это мужчины, женщин мало, потому что, или в какую-то корпорацию, или в какое-то министерство, мне там приходится иногда бывать в Японии, это очень важный вопрос, потому что все строго иерархично, и у нас то же самое, ну, у нас это проще, потому что люди, как бы, знают, информированные, вот, и вот это неформальное общение, где иногда, я бы сказал, даже часто принимаются какие-то принципиальные решения, которые потом оформляются, конечно, там, более низшей бюрократии, они происходят вот строго в этих иерархических слоях, то есть, условно говоря, министр обсуждает какое-то решение, которое будет потом выноситься, например, на уровень правительства, ну, важное, конечно, не текущий какой-то дежурный, он обсуждает с министром, да, он за моими своими может посоветоваться, взять у них какой-то совет, там, и прочее, но он будет вот только с этим уровнем обсуждать, и только после этого он будет проявлять какую-то, как бы, инициативу, вносить бумагу в правительство, и идти дальше, все, вот в этом смысле процедура отработана очень, 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 я бы сказал, последовательно, и не дай бог, ее нарушить, вот не дай бог ее нарушить, за это можно сильно поплатиться, в том числе увольнением, теперь, по поводу общения, все общения тоже строго иерархичны, даже, я бы сказал, общение, не строго по работе, когда проходит священие, и прочее, а даже вот какие-то совместные проведения времени, да, значит, общение на «ты» – это жесткое общение на одном уровне, ну, как правило, да, если нет каких-то очень давних связей, там, и прочее, но как правило, вот люди одного уровня, они очень быстро переходят на «ты», у них какая-то свой, свой, как бы, своя культура, они понимают, этот вот ровнее, этот вот не очень ровнее, и так далее, своей компанией, с точки зрения, там, отмечания каких-то дней рождения, там все, там все очень, это, кстати, социологи, понятно, что не могут изучить, потому что они недопущены, но вот эти вот, да, но эти вещи, они, это такая субкультура, это некая субкультура, она очень любопытна, на самом деле, она даже фольклористична, я бы сказал, потому что вплоть до, там, подарков, тостов, это все, на самом деле, достаточно стандартно, как это ни удивительно, при том, что здесь вот следующий пункт, кто эти, вот это высшая бюрократия, ну, конечно, часть из них связана с спецслужбами, это правда, но это не, я бы сказал так, это очень узких определенных только сферах, это, ну да, есть силовые министерства, есть вот Совет Безопасности, который в администрации президента, но я должен сказать, что, например, в правительстве федеральном, ну, вот таких людей, вот на уровне замов, или министров, которые, собственно, либо выходцы оттуда, либо они проникнуты вот этой, действительно, очень своеобразной ментальности, у них очень мало, на самом деле. Другое дело, что у нас есть президент, и есть там еще ряд людей вокруг, которые могут подвинуть тебя, как пешку, ну, как у Люкаева, того же, в разные места, но там же, я еще раз говорю, достаточно много людей, которые, в общем, образованные, которые много чего знают, и прочее, вот, и, скажем так, все вот эти, они даже часто понимают, о чем, что происходит реально, как это ни парадоксально, но, конечно, они вынуждены играть определенную игру, потому что там схема очень простая, но если ты начнешь показывать, что ты знаешь чуть больше, и ты выбиваешься, ну, это как было в Советском Риме, ну, генеральная линия партии, на самом деле, мне, кстати, наша высшая бюрократия, отчасти, конечно, напоминает, отчасти, но вообще советскую номенклатуру, отчасти, я почему могу об этом сказать, я не был частью советской номенклатуры, я никогда я ни в партии не состоял, работал до 92-го года в науке, но у меня была своеобразная наука, я работал 16 лет после МГУ в Экономическом институте при Госплане Российской Федерации, поэтому мне приходилось бывать и смотреть, как живут, ну, чиновники, тогдашние советские, Российской Федерации, ну, был и в Союзном Госплане, тоже ходил, и поэтому я, как бы, ну, какие-то были знакомые, и прочее, я немножко, так сказать, видел и наблюдал, как живет там советская эта вот номенклатура, по крайней мере, среднего и низшего уровня, вот, и сейчас я смотрю, это во многом, как бы, повторяется, ну, например, действительно, с точки зрения вот этой генеральной линии, двоемыслия, безусловно, у многих, очень, так сказать, распространено, вот этот выбор, сидеть на этом месте, получая, какие-то, ну, тут даже не денежные, тут я про коррупцию не говорю, а какие-то, даже не денежные преимущества, там сидишь, ну, это престижно, это считается все-таки престижным, там быть, вот в этой узкой сфере, это некий ореол, ты приезжаешь в какой-нибудь регион, вот, и тебя встречают, там эта свита бежит, ну, слушайте, я до сих пор, если куда-то приезжаю, там какой-нибудь губернатор, узнаю, что я еду, ему кто-то сказал, я многих не знаю, потому что много новых губернаторов, хотя эти новые губернаторы, вот эти молодые ребята, я многих знаю совершенно из других хипостасей, они вдруг там сейчас, выскакивают на эти посты, и кто-то обязательно начинает, тебя там, то ли встречают, то ли они там чье-чье-то, хотя я уже никакого отношения к бюрократии давно не имею, на самом деле, но тем не менее, вот, и, но это выбор между вот этим вот нахождением на этой определенной позиции со всеми вот этими внешними, для внешнего мира причиндалами и тем, что ты делаешь, ну, уверяю вас, многие понимают, и повторяю, прекрасно, что то, что делается, неэффективно, не соответствует тому, что должно делаться в стране, чтобы она развивалась, все люди очень-очень неглупые, но это выбор в пользу нахождения в этой вот узкой корпорации, в этом смысле последнее, вот я уже сейчас заканчиваю свои пять минут, значит, ну, между прочим, там обычно регламент это святое дело в тех, в тех местах, вот, есть такое, я, например, никогда не проводил совещание более 45 минут в пределах моих полномочий, но считал, что это совещание не готово по любому вопросу, а сейчас там некоторые, к сожалению, утеряли профессионализм, проводят по три, по четыре часа, в том числе мои ученики, которые там сидят в своих местах, я, конечно бы, я как-то звоню одному своему ученику, который сейчас там занимает ключевую одну из позиций, в одиннадцатом, да, даже позже, чем сейчас, я говорю, ну, что ты, там, ну, надо поговорить, он говорит, да, знаете, я вот бумаги там разбираю, а у меня еще замы сидят в приемной, ждут, когда я с ним совещание буду проводить, я говорю, слушай, дорогой, ну, это военное время, что ли, или революция, или вот чрезвычайщина, о чем тут вот Алексей говорил, я говорю, ну, друзья, ну, профессионализм заключается в том, чтобы, как бы, так сказать, и себя пожалеть, и окружающих, это даже дает большую эффективность, на самом деле, а вот это сидение ночами, выходными, ну, я как все-таки человек, занимающийся социальными проблемами, я просто, как бы, считаю, что это растрат человеческого ресурса, и глубокий непрофессионализм, который у нас существует, вот, это, собственно, и последнее, то, что я хотел сказать, что это верхняя, вот эта наша элита, она, на самом деле, глубоко непрофессиональна с точки зрения вот того, что она не понимает, как действовать по формальным основаниям, ну, слушайте, Путин не хочет идти на дебаты, ну, все, вот, все, больше, даже ничего говорить не надо, я не говорю про каких-то там министров там, или там еще там кого-то, все, точка, как у нас говорит Ксения Анатольевна, точка, да, все, все понятно, значит, все эти потуги, про открытость там какую-то, еще там чего-то, ну, мы прекрасно понимаем, мои коллеги с этим занимаются, этими открытыми данными, это все во многом, для, так сказать, галочки, для того, чтобы как-то отписаться, заявить, что у нас это есть там и прочее дело, здесь у меня никакого оптимизма нет, безусловно, вот сейчас говорят о реформе госуправления, это, ну, собственно, я об этом, как человек, который, в общем, я говорю изнутри, это наблюдаю много лет, говорил еще в хорошие, так называемые, времена, когда и нефть была дорогая, и деньги были, я говорил, ребят, ну, надо менять госуправление, потому что все потом пойдет под откос, ну, сейчас об этом уже, в общем, начали говорить, потому что это главное, вот все эти реформы, которые предлагаются делать в экономике, там, в той же социалке, даже очень красивые на бумаге написаны, они все упираются вот в эту верхнюю управленческую элиту, которая не может, она может и хотела бы, но скорее не хотят, потому что не умеют, и не хотят что-то менять, а объективно хотят оставаться, потому что я повторяю, вот этот моральный выбор, сиди, но соблюдай вот эти правила игры, или уходи, он есть, и вы обратите внимание, у нас, пожалуй, последняя громкая отставка была, это Сережа Беляков, замминистра экономического развития, да, может быть, я ошибаюсь, может, он не последний, но, по-моему, он последний, да, кто после того, как была очередная заморозка пенсионных накоплений, он написал у себя там, то ли в Фейсбуке, то ли где, что он вообще извиняется дико за это дело, что ему стыдно, но его тут же у Медведев уволил, Сергея, вот, но как-то у нас не видно отставок, ну, вот человек, ну, не выдержал, вот, ну, морально там все это, поэтому вопрос чисто политический, что будет дальше, кто придет на смену, а кто придет на смену, для того, чтобы, я бы сказал так, быть управленцем высокого уровня, это не так просто, этому, в общем, надо учиться для этого, джамская длинная политическая история, такая полноценная, политическая конкуренция, действительно, и прочее, в один день это не приходит, в этом смысле, если у нас там что-то такое треснет, что-то такое там обалится наверху, что-то какие-то новые люди придут, у меня возникает снова вопрос, а у этих людей будут вот эти навыки, о которых я говорил, это не так просто, вообще, это не так просто, эти навыки получить, этому надо тоже учиться и прочее, и в этом смысле, конечно, это плохо стране, плохо всем нам, потому что с этой вот какой-то, как бы якобы новой, какой-то бюрократией, да, как тогда комиссары пришли в этих тужурках, в семнадцатом году, вот, придут какие-то люди, которые, может быть, даже искренне хотят, что-то, хотели бы что-то сделать, но у них, боюсь, не получится, просто, это я просто ставлю тут вопрос, многоточие дальше говорить не буду, просто над этим надо думать, вот это главный вопрос, на самом деле, вообще всего нашего развития, спасибо. Я теперь понимаю, почему Евгений не согласился с тем, что я представил его, якобы говорящим от бюрократии, и приношу свои извинения, он говорил, конечно, от высшей бюрократии, а не просто от бюрократии. Нет, у меня, ну, слушайте, ну, это просто, так сложилось, сложилось по жизни, бедный еврейский мальчик из Львова, ну, вот так судьба сложилась в этой, в революционной России, ну, что делать, я один такой, между прочим. Нам повезло, нам повезло сегодня. В Питере, в Питере бедный мальчик из Баскова переулка, тоже, между прочим, кем стал наш мальчик, вот сидит, и мы его тут вот вспоминаем каждый день, ну, это такая судьба, я, так сказать, не отношу просто к извивам судьбы, таким же образом я мог бы быть и в другой стране, жить и не знаю, процветать или нет, ну, вот так, просто я свидетель, наблюдатель, и не более того. Спасибо, спасибо, я понимаю, что сегодня мы не сможем этот разговор, который только обозначен, завершить, и поэтому надеюсь, что наши замечательные выступающие согласятся прийти через месяц и продолжить эту дискуссию, но, тем не менее, еще есть немного времени в пределах, как говорит Евгений, пяти минут, Екатерина и Алексей отреагировали бы на то, что считают нужным, и ответили бы на мой вопрос, и еще пара вопросов и комментариев из публики, очень коротких, чтобы просто зафиксировать позиции, пожалуйста. Согласование интересов, согласование интересов, конечно же, происходит при принятии каждого решения, и, собственно, выживаемость и навык управленческий бюрократа состоит ровно в том, что он угадывает, каким образом принять такое решение, которое не заденет основных стейкхолдеров, они же акторы. Другое дело, что это... Это происходит не по правилам, это ситуативно. Вы знаете, в чем проблема? Проблема даже не столько в том, что это происходит не по правилам, может быть, это всегда происходит не по правилам, может быть, это всегда происходит в душе принимающего решения. Проблема в том, что среди этих самых стейкхолдеров, среди этих групп интересов нет общества, граждан там нету. Нельзя назначить ни одного губернатора без того, чтобы он не был согласован основными финансово-промышленными группами, это же понятно, И это тоже правда. Группы делят регионы между собой, кому какой, и вот таким образом они это согласуют. Пойди назначь кого-нибудь с потолка. Нет, конечно. Сам выбор кандидатур, которые потом там ложатся в этой пресловутой зеленой папке на стол, принимающему решение, понятно, что они отобраны, и понятно, они отобраны кем. Так что согласование с согласованием. Беда в том, что согласуют интересы исключительно бюрократии с самой собой. Она и разговаривает сама с собой. Собственно, свойства демократических механизмов и цель политической конкуренции стоит в том, чтобы допустить в ряд этих стейхолдеров все-таки граждан, все-таки какие-то социальные группы. В этом наша проблема. И по поводу вопроса, который был задан нашим ведущим. Вопрос очень интересный. Динамика соотношения формального и неформального в свете разворачивающейся репрессивной кампании. Друзьям все, врагам закон. Была процитирована эта фраза. Вот сколько этих друзей осталось, и чьи они, собственно, друзья, и сколько их останется на следующем этапе. Это вопрос интересный. Ну, смотрите, что мы видим? То, что мы воспринимаем как некую репрессивную кампанию, то есть, проще говоря, увеличение, динамический рост числа посадок среди высшей и средней бюрократии, среди мэров и губернаторов, среди теперь уже министров, среди руководителей федеральных служб, агентств и так далее, внутри ФСБ, внутри МВД, внутри Следственного комитета. Много их упало в эту бездну, разверстывая вдали. Понятно, что это следствие усиления конкурентной борьбы между этими самыми группами интересов в условиях сжимающейся ресурсной базы. Это тоже, в общем, жестокий закон, не знающий исключение. Я не думаю, что кто-то видит за этим какую-то спланированную кампанию, направленную на чего-то там. Вряд ли тут есть какой-то единый планирующий центр, а скорее, кто смел, тот и съел, или, как у Гопса, война всех против всех. А как в этих условиях меняются бюрократические нравы? Смотрите, с одной стороны, все силовые акторы кушают друг друга и съедают того, до кого могут дотянуться. Это все понятно. Собственно, эта война всех против всех в этом заключается. Но делают они это как? Наш с вами государственное насилие является худо-бедно насилием легитимным. То есть они делают, производят эту свою внутривидовую и межвидовую борьбу посредством инструментов уголовного преследования и угрозы уголовного преследования. То есть они не подстерегают друг друга в подъездах, они не отстреливают друг друга в машинах. Люди не исчезают загадочно, их потом не находят растворенными в кислоте. Их сажают или угрожают им посадкой, они уходят, как было с руководителем федеральной таможенной службы, например. Или с кем-то еще, о ком мы и не знаем, потому что эта самая угроза была не публичной. То есть происходит тут некоторая формализация всего этого процесса. Меня очень заинтересовала история о том, которую рассказывали много, в том числе в СМИ, в Новый год и перед Новым годом, что напуганные делом Улюкаева чиновники перестали принимать новогодние подарки. Все как-то очень шутили на эту тему, что, ах, значит, теперь никто не хочет колбаски, никто не берет пакеты, вообще не пускают в кабинеты, с непрозрачными пакетами там выгоняют на улицу страшными воплями, уйди, проклятый провокатор. Значит, только-только открыточка, да и то, да и то вряд ли. А то, может, у тебя в открыточке тоже что-нибудь внутри там подсунуто кусочек колбаски какой-нибудь, тонко нарезанный. Все это вроде как весело и смешно, но за этим стоит, я не побоюсь этого слова, процесс трансформации внутренней нормы. Дело Улюкаева пройдет, а перепуг-то останется, и подарки принимать перестанут. А также побояться лишний раз приходить друг к другу в гости и, может быть, даже совместно ходить в баню, где, как говорят нам мифы и легенды, и принимаются основные решения. То есть, парадоксальным образом, то, что исключительно в пропагандистских целях обозначается как кампания по борьбе с коррупцией, правда, борется с коррупцией. Те, кто не чувствуют себя неуязвимыми, а кто может чувствовать себя неуязвимым, они понимают, что уязвимыми их делают вот эти самые неформальные практики, то, о чем вы сказали. Вот эта вот серая зона, в которой они привыкли находиться, вдруг стала зоной риска. Вместо того, чтобы она была бы зоной привилегий, она теперь является зоной опасности. Это дисциплинирует, не побоюсь этого слова, эту самую бюрократию. Является ли это тем нарушением контракта, о котором говорил Алексей Левенсон, между средней бюрократией и высшей? Это интересный вопрос. Между этими двумя слоями вообще существует некоторое социальное напряжение. Все задумывающие какие-то реформаторские проекты всегда знают и даже между собой говорят, что вот наша база социальная, наша точка опоры – это вот этот второй слой бюрократии, потому что они недовольны тем, что им никогда не стать начальниками, потому что у начальника есть свой сыночек, простите, что они вынуждены там выполнять дурацкие приказы, и при этом они еще и опасности подвергаются. Еще не сегодня-завтра тебя там посадят. Вот радость-то какая. То есть, да, наверное, эти люди заинтересованы в каких-то изменениях, но все заинтересованы в том, чтобы минимизировать риски. Можно их минимизировать, либо войдя в этот сакральный круг, ну, во-первых, как в него войти, во-вторых, не очень понятно, а кто в нем, кто может быть уверен, что он в нем именно находится, или второй способ обезопасить себя – это минимизировать вот это вот серое поле и как-то выйти из него. Ну, и третий способ вообще уйти к чертовой матери с этой опасной его службы и жить какой-то другой жизнью. Но это рискованно и не очень хорошо, потому что действительно, как верно было тут замечено, это один из немногих имеющихся социальных лифтов. Я тоже вот с умилением прослушала историю про хорошего мальчика, который пошел в администрацию в своем маленьком городе. Это в некотором роде моя история. Я тоже была сотрудником администрации в своем не очень большом городе. Не то чтобы я это сделала с целью избежать голода и нищеты, просто это были 90-е годы, поэтому была там интересная очень политическая борьба и прочие выборы, всякие такие штуки. Но, тем не менее, да, действительно, в общем, да, бывают такие сюжеты. То есть, войдя в этот круг привилегированных, люди, конечно, не очень хотят из него выходить, если только им не предоставляются какие-то лучшие условия в другом месте. В общем, кратко мой прогноз состоит в том, что, как ни парадоксально, некоторое очищение нравов эта самая репрессивная кампания тоже принесет. Потому что, конечно, ну вот даже когда было это дело Улюкаева, который этот процесс своей невероятной открытостью дал нам заглянуть туда, куда обычно луч света не проникает, то при всем сочувствии к подсудимому, ну вот какой-то в той картине, которая была нарисована, какой-то третий мир и вообще и дикости варварства, оно было. Ну что вот эти вот какие-то поездки ночью министр в государственную кампанию, а приезжай ко мне, я тебе расскажу, чего. А сейчас я тебе дам, значит, там подарок, вина тебе подарю хорошего. Зачем вот это все нужно? Зачем куда-то ехать? Зачем брать какое-то вино, чтобы им пить нечего? Вот это вот все, типа, понятно, наверное, все так живут, и вроде как осуждать за это человека нехорошо, 8 лет за такое, понятно, не дают, но какой-то элемент одичания в этом, конечно, есть. И если этого всего дела станет поменьше, то, наверное, это хорошо. Скорее хорошо, чем нежели дурно. Спасибо. А можно два замечания? Пока нет. Пока нет. Да. А будет поздно, боюсь, да? Ну, мы договоримся. Да, я... Кулуарно, ненормально. Да, я, ну, мне очень не хочется возражать Екатерине Михайловне, но не хочется вот не только потому, что вот нас посадили за один стол, но еще и потому, что то, чего я скажу, гораздо более неприятно, чем то, что сказала она. Я думаю, что вот все известные миру репрессии в адрес какой-то коррупции приводили только к одному. Коррупция меняла формы и, ну, в общем, размер ее такой валовой оставался, но они как-то там меняли форматы, меняли там субъектов. Но, в общем, оборот этот коррупционный, он вещь гораздо более мощная и постоянная. И я улучшение... Операция «Чистые руки» подрубила ножки мафиозным структурам. Они исчезли с лица земли, но они уже не те, каковы они были до. Нет, это операция... Нет, нет, нет. Операция «Чистые руки» обозначала смену социальных обстоятельств. Вот, в Китае, значит, стреляют чиновников просто как гусей, а дело не меняется, на следующий год опять готова, так сказать, следующая партия. Вот, потому что социальные конструкции не меняются. То, что было сделано в Италии, было сменой социальной конструкции, ну, если не на всей территории там, но, в общем, значительно. Это было так. Вот, если ее сменить, да, ну, что там говорить, Саакашвили сделал великое дело в Грузии, да, где? В Грузии, откуда вообще коррупция расползалась по всему Советскому Союзу. И вот сделал. Факт таков. Ну, не он один, но там... Саакашвили, там, многие другие работали, но факт тот, что это было сделано. Там, не знаю, полиция в Киеве. Вот, я хотел сказать, что сужение слоя, о котором вот вы спрашивали, ну, я думаю, что это такая вот, ну, как бы, плавающая конструкция. Он сузится, потом туда будут нарекрутированы новые какие-то, ну, и так далее. Вот, я теперь, что касается, ну, я поддержу теперь Екатерина Михайловна в ее словах, что вот мы хотим безопасности. Вот, если это мы, такое широкое, которое охватывает чуть ли не всю там какую-то европейскую цивилизацию, ну, может быть, действительно, это вот нынешний такой, как сказать, да, тренд, бзик. Вот, но, во-первых, по данным, которым мы располагаем, мы знаем, что вот такой вот безопасности, которую могут там обеспечить силовые структуры, ее хотят, но никто не ждет, что они ее обеспечат. Вот, это регулярно, ну, мы обзаем вопрос, там, можете ли вы, там, после теракта, как, а? Да, да, после теракта, опасаетесь ли вы, там, в городе, который там за 4000 километров от места взрыва, да, опасаетесь ли вы, что вы станете жертвой, да, опасаемся. Считаете ли вы, что вас могут защитить соответствующие службы? Нет, не считаем. А вы делаете ли вы какое-нибудь ужесточение в связи с этим уголовным законодательством, да, Мальчик? Ну, поддерживаем, да, но его можно поддержать в любом, так сказать, причина для... Нет причин не поддержать. Вот, да, да. А вот, какую безопасность действительно поддерживают, ну, вот, точно так же символически, как это? Это безопасность государства. То, что называется безопасность государства. Понятно, что рядовой житель не может, так сказать, не подвергнуться, не... Ну, в общем, короче говоря, безопасность государства – это примерно то же, что происки, там, значит, заокеанских наших врагов. Вот, они его достать не могут, но на нечто священное там покушаются. И это... И безопасность – это священная вещь. И органы, в этом смысле, органы государственной безопасности называются очень хорошим словом. Вот. Вот, там, НКВД гораздо менее, так сказать, звучная аббревиатура. Вот. Я думаю, что ощущение, ощущение, ощущение вот небезопасности, вот, ну, на этом очень многое построено, но это не имеет отношения к личной безопасности. Хотя, а вот то, что вы говорите на Западе, или там, где французы, там, допускают то-то, 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 или американцы допускают, там, прослушивание своих, там, разговоров, потому что – это, ну, это другая конструкция. Последнее, что я хотел сказать. Вот, есть шуточки насчет самой древней профессии, да, вот, то ли та профессия самая древняя, то ли это. Вот, шутки с таким, значит, непристойным некоторым подтекстом. Я берусь сказать, совершенно уходя вот от этих обсценностей, я хочу сказать, что вот профессия управления, вот она самая древняя. Луис Мамфорд, которому я доверяю, он выдвинул, ну, давно уже выдвинул идею, она называлась так, ну, human machine, то есть, ну, машина, сделанная из людей, вот. И он утверждал, что первые машины, то есть, ну, некие конструкции, собранные из частей, которые взаимодействуют друг с другом в определенном, определенным образом. Это были, значит, ну, какие-то организации, ну, там, скажем, в первых государствах или даже раньше. И вот те, кто это делали, называть ли их сейчас бюрократами или нет, но это были те, у кого была вот власть, в первом смысле слова, власть над людьми. И власть формальная, не та власть, которая есть у матери над ребенком или там у старшего брата над младшим. Это другая власть, это власть в социальном пространстве. Вот, значит, я думаю, что только тогда, когда появляется большое количество самодостаточных индивидов или общностей в, ну, вот, в обществе. В целом, вот тогда нужда вот в таком управлении властном, она уменьшается, хотя в управлении там расписанием железных дорог и тому подобное, она, быть может, и возрастает. И последнее, чтобы не быть, ну, уж таким вот просто совершенно мракобесом, я хочу сказать о том, о чем мне не один раз приходилось писать, уважаемые друзья. В том народе, где мы живем, в той его части, которую мы с вами представляем в том числе, имеется потенциал, я могу его назвать словом программа, программа самоуправления, та, которая может обходиться без каких-то внешних управляющих и способна поддерживать существование определенных коллективов на протяжении того или иного времени, это есть и это доказано многократно историей, ну, и советского периода, и постсоветского периода. Другое дело, что ни разу не получилось распространить это на уровень, ну, больше, чем там один город, ну, и я не хочу полностью терять надежду на то, что это возможно. И тогда вот человеческая машина начинает работать сама. К сожалению, трудовое законодательство не позволяет нам дальше продолжать это коллективное обсуждение. Прошу тех, у кого острые, не откладываемые на следующий раз вопросы, подойти и схватить докладчиков. Надеюсь, что все они смогут прийти в третью пятницу следующего месяца продолжить нашу замечательную дискуссию. Прямо в том же составе. Да, и позовем Костю, может быть. И приглашаю всех в третью пятницу следующего месяца. Мы продолжим этот разговор. Давайте поблагодарим замечательных наших докладчиков. Спасибо. И всем спасибо за терпение. Вопрос можете подойти. Продолжение следует...